всем привет сегодня в последнем в этом году видео я решил немного поговорить с вами на тему того что же случилось за этот год в нашем сообществе этот ролик не на какую-то одну тему а всего понемногу окинем широким взглядом так сказать все что у нас тут произошло главное это конечно же разборки с печально известным мистером д который так надоел буквально всему миру что меньше чем за два дня была собрана впечатляющая сумма в 50 тысяч долларов на борьбу с ним а самой ситуации заговорили многие блогеры да и разные крупные сми кто с нами недавно на канале есть несколько роликов по поводу всей этой ситуации я пожалуй даже сделаю отдельный плейлист оставлю ссылку в описании чтобы можно было понять о чем идет речь однако новостей на эту тему к сожалению немного известно что глава руфилиала саби с частью денег расплатился с юристами из фирмы час правосудия которая была выбрана для взаимодействия с государственной машиной россии на данный момент подано обращение федеральную антимонопольную службу и там даже этим делом заинтересовались так сказать колесо машину для борьбы с монополиями провернулась а это уже какой-то результат пока новостей нет но как будет что-то значительное обязательно будет ролик на этом канале деньги которые останутся неизрасходованными после этого дела будут перенесены на специальный счет с которого будет оплачиваться решение разного рода проблем филиалов и сепи по всему миру я кстати и сам писал письмо в роспатент и ведомство ответило мне что теперь ждет обращение в установленном порядке в патентный суд с уплатой пошлины что теперь я думаю просто совсем не проблема и надеюсь что в скором времени будет все же сделано представителями сепи в россии и это будет то еще шоу во всяком случае я его очень жду кстати о шоу в сентябре прошел фест по сепи в москве который преследовали разные мелкие неудачи например изначальное помещение где он готовился затопило и организатором на замену дали помещение меньшего размера которое оказалось действительно недостаточно большим и народ собрался в толпы и очереди а декорации были возведены заново только на втором этаже где происходили интерактивные игрища посетителей с объектами несмотря на все проблемы события в целом удалось было несколько интересных косплеев были представители и авторы ру филиала разный забавный интерактив даже целый отряд нит и самое главное тем кто там был было весело а это самое лучшее мерило успеха подобных вещей так что все это будет снова и в следующем году но надеюсь больше и лучше а может даже станет ежегодной традицией кстати говоря в одном из своих прошлых видео я уже говорил но скажу еще раз у нас тут пошла большая движуха со связанными организациями разные группы и организации из мира сепи готовят стенды с которыми будут ездить на разные мероприятия в прошлый раз когда я говорил об этом я упоминал саркицистов которые еще ко всему и делают крутые арты сейчас я немного расскажу вам кит связанной организации из мира сепи которая по лору торгует аномалиями помимо группа вконтакте они сделали канал и тут на ю тубе где выкладывают свои переводы и просто чтение рассказов связанных с этой организации в будущем планируется даже освещение некоторые связи организации с реальностью всякие рассказы об аристократических клубах разные мерча многое другое создатели канала по этой организации настроены довольно амбициозно на их канал ссылка в описании конечно же тоже есть надеюсь и другие связанные организации подтянутся и сделают что-то заметное и интересное в последнем видео на канале мкит говорится о такой интересной вещи в какую сторону движется фандом что мол на волне популярности фандома появилось множество каналов и групп с некачественным контентом что был ужасные рофлища и прочие страшные кеки начинают вытеснять нормальный контент который разумеется основан на диковинных крипипастах и загадочных явлениях что ведет нас деградации и пучине постмодернизма как некий ролевой контент от представителям кит мне это очень даже зашло потому что мкит по лоро это организация элитарная состоящая из уважаемых господ и дам которым конечно же противно упадочные нравы но по сути я с этим не совсем согласен и как человеку который сделал работу с контентом практически своим основным занятием не есть что сказать конечно же самое ядро и сепи это место где фандом соединяется с разной степени безумие конспирологическими теориями при этом не с унылой попсой вроде плоской земли а самыми запутанными и сложными вроде теории о секретной базе в сша вместе под названием мантаук кроме того ядро и сепи это конечно же объекты имеющие глубокие корни в культуре связанные с кучей произведений разных авторов из мифологии как например самые первые объекты сепи 173 статуя которая отсылается к японским духом каме если изучить историю самой статуи ну или хотя бы хорошие годные крипипасты которые пришли нам из самых глубин темных интернетов однако такой контент не слишком популярен об этом я могу судить и по ютубу где ролик про тот же мантаук или вирус 23 набрали не так много просмотров это же видно и вконтакте где та же ситуация еще более очевидно и даже самый простой мем набирает больше лайков и комментариев чем какой-то интересный текст или даже хороший арт вот простой пример пост где человек говорит о том что в японском филиале тоже есть хорошие объекты и даже предлагает прочесть лучшие из них набрал 26 лайков пост с интересным текстом 22 лайка пост простенькой шутеечкой набрал 152 лайка а вот уже пост с хорошим и забавным мемом он набрал 419 лайков но в этом не нужно видеть деградацию это совершенно нормальная ситуация ведь мемы это то при помощи чего можно вирусно распространять какую-то базовую информацию и как бы ссылаться на основной контент люди будут интересоваться забавным мемисом в первую очередь но потом некоторые будут приходить и к основному контенту так и вселенной SCP многие люди и узнают мемисы это не просто смешные картинки это важная часть любой информационной штуки в интернете реальная проблема годного контента сейчас совсем в другом ее можно увидеть если например вбить на ютубе в поиск слово скромник сейчас то о чем я говорю немного поутихло но всего пару месяцев назад вся поисковая выдача была завалена детскими видео видео про то как дети убегали от скромника как они его расстреливают из водяного пистолета и заманивают в ловушки конфетами но даже это не деградантский контент это контент который смотрит определенная целевая аудитория маленькие дети настоящий вопрос нынешнего ютуба для других соцсетей он в другом он в том почему контент для детей выходит в тупые тренды почему он так популярен и настолько всюду лезет из всех щелей ведь даже возрастной пирамиды вот в россии посмотреть глубокая аналитика подошла детей в стране физически мало конечно можно сказать что их мало но у них много свободного времени но на самом деле дело не в этом все дело в том что дети очень активны и общительны и главное они как бы странно это не звучало правильно с точки зрения самой логики соцсетей потребляют контент они пишут тонны комментариев под тем что им нравится они ставят лайки они пересматривают свои любимые видео по нескольку раз взрослые люди чаще всего так не делают а аудитория SCP на самом деле достаточно взрослая со всей этой сложной фантастикой и сильной литературной составляющей глубокой конспирологии SCP в основном смотрит довольно взрослая и не слишком активная аудитория потому я вот в последнее время стал просить оставлять комментарии глобально бороться с проблемой за силе детского контента и просто всякого трэша можно очень просто нужно всего лишь проявлять активность вокруг контента который нравится и игнорировать контент который не нравится внимательно изучая статистика на youtube я заметил такую вещь что некоторые взрослые люди в отличие от детей часто делают вообще все наоборот они идут и активно обсуждают то что им не нравится при этом оставляют тонны комментариев пускаются в какие-то споры и обсуждения контент который мне нравится пересматривается по многу раз наверное для того чтобы подметить всю мерзость и глупость а youtube такое смотрит на это дело и думает вот тут люди активно обсуждают что то значит такое надо продвигать нужно это всем показать это всем интересно и любая социальная сеть работает примерно так отсюда и происходит заселив всего предельно простого и примитивного я уже даже подумывал о том чтобы заняться такой знаете ли критикой всяких подделок по SCP ориентированных на непритязательную аудиторию уж что что а просмотров бы такой формат собирал прямо очень много если посмотреть на топовых блогеров многие из них набрали популярность критикой других людей и это не просто так ну да ладно по поводу хорошего годного контента конечно же важное событие этого года это выход игры control от разработчиков макса пэйна компании remedy entertainment который явно делая новую игру вдохновлялась вселенной SCP игра получила разные отзывы от критиков кто-то игру хвалит кто-то нет но главное что разработчики игр увидели как можно сделать большую коммерческую группу вселенной SCP который можно показать на е3 и что никаких сложностей в этом нет даже оказывается торговую марку захватывать не нужно было всего-то оказалось достаточным не упоминать ничего напрямую также даже круче в каком-то смысле коммерческое творчество не может повторять SCP напрямую и она вынуждена расширять его придумывать своих персонажей свои оригинальные организации и не просто копировать куски текста из SCP описать все по-своему ведь сюжеты сами по себе авторским правом не охраняются охраняется только оригинальное воплощение ну и конечно же сердце SCP это его сообщество которое складывается вокруг того контента что распространяется по свободной лицензии и это самое сообщество потихоньку делает всякое я вот давно слежу за проектом SCP deleted chronicles который заинтересовал меня тем что у него по сути нет конкретных разработчиков а фишка проекта в том что изначально его создатели создали платформу и не простую а такую внутри которой любой человек который хоть что-то смыслит в разработке игр может продвинуть эту самую разработку то есть проект этот в каком-то смысле живой уж не знаю ли получится ли из этого крутая игра но эксперимент более чем смелый а мы тут в SCP эксперименты любим вообще по SCP затевается немало игровых проектов так что год обещает быть в этом плане насыщенным причем игры не только компьютерные но и настольные и из настолок ближе всего к релизу игра побег из зоны 19 который интересен тем что на всех картах изображены довольно неплохие косплей разных объектов и персонала фонда а сам игровой набор выглядит так как будто он уже готов а еще я нашел в инстаграме у разработчиков видео где они в полной темноте уже играют в игру и называют это бета-тестом в принципе наверное это то как надо играть в игру по SCP в темноте и секретности на самом сайте SCP по-прежнему все путем постоянно проходят конкурсы рассказов и артов скоро будет открыта шестая тысяча объектов и появится объект номер SCP-5000 за этот номер кстати объявлен отдельный писательский конкурс так что за право называться SCP-5000 еще поборется самые загадочные из загадочных объектов ведь общая тема конкурса SCP-5000 это тайные загадки в описании самого конкурса написано что SCP начинался как попытка разгадать тайную SCP-173 который появился в разделе x4chan и такие вещи должны вернуться на сайт из крупных новостей сайта я отмечу наверное только то что руфилиал начал переезд с платформы wikidot на отдельную на свою и что там будет пока непонятно но наверное куча хорошего будем надеяться видео получилось довольно хаотичным что ли но ясно одно в 2020 году нас ждет много событий по тематике SCP кстати я заметил что у нашего сообщества нет представительства на реддит а ведь это чуть ли не главный народный источник информации в западных интернетах ссылка на нашу группу там в описании заходите читайте и пишите ну и в комментариях конечно же напишите каких событий больше всего вы ждете что стоит может как-то детальнее освещать на этом канале из названного или даже не из названного ну и вообще проявляйте активность всех с наступающим и до встречи в новом как я надеюсь насыщенным на события 2020 году всем пока